Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, в эфире «Якутск. Сегодня» режиссёры Марии Новгородова, Ольга Степанова, а сегодня в студии вместе с вами редактор Юрий Сергеев. Я приветствую всех радиослушателей и телезрителей. Итак, в нашей сегодняшней программе. Вначале поговорим о начавшейся только что переписи малого бизнеса России. Для чего это нужно? Подробности об этом мероприятии прямо сейчас. Саха Якутия Стат проинформирует. И в заключительной части передачи, тоже актуальная тема вашему вниманию, повлияла ли пандемия на ситуацию на рынок труда города Якутска, что предлагает служба занятости тем, кто оказался безработным. Итак, вначале о переписи. Представлю участника прямого эфира. Это заместитель начальника отдела статистики предприятий территориального органа федеральной службы государственной статистики по республике Саха Якутия, Саха Якутия Стата Нергуяна Николаевна Егорова. Здравствуйте, Нергуяна Николаевна. Здравствуйте. Ну что ж, и уважаемые телезрители, и радиослушатели, хочу обратиться к вам опять. Напомню, телефоны прямого эфира. 32 00 66 32 11 66. И мы начинаем нашу передачу. Вот первый вопрос такой. Чем обоснована необходимость проведения переписи малого и среднего бизнеса? Разве вообще у государства нет данных о существующих предприятиях? Ведь подобная перепись уже проводилась когда-то. Да, сплошное наблюдение проводится один раз в пять лет. До этого оно проводилось в 2011 году и в 2016 году. Но данные за те года уже устарели. Ни для кого не секрет, что сектор малого бизнеса отличается высокой мобильностью. То есть появляются новые организации, да, разного рода реорганизации происходят, новые сферы деятельности появляются. Или может быть какие-то организации уже закрылись. То есть необходимо актуализация этих данных. Для чего она нужна? В первую очередь она необходима для совершенствования государственной политики в сфере развития и поддержки малого предпринимательства. Она в свою очередь должна основываться на официальных статистических данных. Проведение данного обследования, оно закреплено федеральным законом номер 209 ФЗ о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Ну, таким образом, это инициатива федеральных властей. Однако следует понимать, что данное обследование, оно в первую очередь проводится для самого бизнеса. Также необходимо отметить, что отчетность содержит экономические показатели, которые не обследуются другими органами власти. Такие как наличие основных фондов, объем инвестиций или распределение выручки по видам экономической деятельности. Вот я обращаюсь к предпринимателям малого и среднего бизнеса. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы участнику нашей сегодняшней телерадиопередачи, то звоните, задавайте их. 32 00 66 и 32 11 66. Итак, следующий вопрос. Кто должен, конечно, принимать участие в сплошном наблюдении, но об этом мы уже подробно тоже сказали. А вот какие критерии отбора респондентов? Вот интересно. В переписи обязаны принимать участие все субъекты малого бизнеса. Это и индивидуальные предприниматели, и главы крестьянских фермерских хозяйств, и малые, и микропредприятия, состоящие в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Введение данного реестра возложено на Федеральную службу налогового России. На территории нашей республики должны будут предоставить отчетность 10 713 малых и микропредприятий. Из них получается 68% или 7200 предприятий, сосредоточенные в городе Якутске. 7% или 775 единиц в Нерингринском районе, 4% или 395 единиц в Немирненском районе и 3% или 366 единиц в Алданском районе. В оставшихся районах 25% или 1939 предприятий. Количество индивидуальных предпринимателей, которые должны будут предоставить отчетность, составляет около 30 тысяч. Из них более 12 тысяч сосредоточены в городе Якутске. 20% или 5900 единиц в четырех крупнейших районах. Это у нас получается Нерингринский, Мирненский, Алданский и Ленский. Таким образом, более 40 тысяч респондентов должны будут предоставить отчетность по данному обследованию. Именно те, кто вошли в состав списка. Единый реестр. Единый реестр. Да, 40 тысяч. Хорошо. Ну, следующий вопрос, конечно, вот какими способами можно сдать отчет? По каким формам? Отчетность можно будет предоставить через систему веб-сбора Росстата, через специализированных операторов связи, таких как 1С, БИС, Контур. И при этом можно будет еще предоставить отчетность в бумажном виде или отправить на электронный адрес сроком до 1 апреля 2021 года. Также, кроме того, дополнительно можно будет сдать отчетность через единый портал Госуслуг именно в период с 1 марта по 1 мая 2021 года. Для индивидуальных предпринимателей необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Для юридических лиц, помимо подтвержденной учетной записи, необходимо еще иметь электронную цифровую подпись. В рамках данной переписи разработаны две формы. Отдельно для юридических лиц, отдельно для индивидуальных предпринимателей. Малые предприятия должны будут предоставить отчет номер МПСП, а индивидуальные предприниматели – форму 1 предприниматель. С бланками форума можно ознакомиться на нашем официальном сайте sahagks.ru. Там же можно будет скачать шаблоны форума для предоставления отчетности в электронном виде. А вот, допустим, если, скажем, индивидуальный предприниматель, если какое-то микропредприятие не работало в 2020 году, понятно, влияние пандемии и так далее. А нужно ли в таком случае отчитаться таким предпринимателям? Да, в случае, даже если деятельность не велась в 2020 году, необходимо будет предоставить отчет на общих основаниях. Но там заполняется только первый раздел, он в виде анкеты, то есть ввели ли вы деятельность в 2020 году, они там проставляют, нет. И при этом надо будет в конце заполнить вопрос, оказательно, основных фондов, получается, и инвестиций. Хорошо, вот у нас телефонный звонок, давайте послушаем. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как я могу сдать отчет, если у меня нет электронной цифровой подписи, и нет отчетной записи в госуслугах? Так, вопрос понятия, он часто его спрашивает. При отсутствии электронной цифровой подписи вы можете предоставить отчет на бумажном носителе или отправить его по электронному адресу. У нас есть электронный адрес специально для сбора отчетов. сакха.мсп.собакогкс.ру Хорошо, так, еще 90-й телефонный звонок, слушаем. Алло, говорите. Да-да. Можно говорить, да? Конечно. Вот ЧОПы, частные охранные предприятия, кому относятся, они отчитываются где-нибудь? ЧОПы. Ну, вообще, можно получить индивидуальный перечень, да, если вы сомневаетесь, какую отчетность вы должны предоставить, относитесь вы к реестру, да, субъектов малого и среднего предпринимательства, можно зайти на наш официальный сайт сахагкс.ру. Там на главной странице есть вкладка «Респондентам». В этой вкладке есть индивидуальный перечень форум, который вы должны будете предоставить, статистику. Необходимо набрать там ИНН свой, да, и выдает полный перечень форум, который вы должны предоставить со всеми сроками, условиями, и скачать бланки там же можно. Хорошо. А вот такой тоже вопрос интересный. Самозанятые граждане тоже должны отчитаться, да, в обязательном порядке? Нет, самозанятые граждане отчитываться не должны. Они, получается, отчитываются только в том случае, если он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. То есть в случае, когда в 2020 году в течение, да, самозанятый гражданин зарегистрировался как ИП, то он должен предоставить только за ту деятельность, как индивидуальный предприниматель. Хорошо. У нас телефонный звонок очередной. Слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как мне узнать, состою ли я в реестре малого предпринимательства? И какие еще отчеты мне необходимо сдать? Статистику. Введение данного реестра у нас, получается, возложено на Федеральную налоговую службу России. Поэтому вы можете, в принципе, зайти на сайт налоговой. Там внизу, на главной странице, есть переход к этому реестру. Там можно будет получить, также набивается ИНН, как у нас на сайте, да, и посмотреть, состоите вы в этом реестре или нет. А вот каким образом будут информированы респонденты? Где можно найти такую подробную информацию по сплошному наблюдению, так называемую? Значит, у нас информирование респондентов, да, проводится собственными ресурсами Росстата, через систему веб-сбора Росстата, через госуслуги. Получается, в личном кабинете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет направлено такое уведомление. Также через операторов электронного документа оборота. При этом, помимо отправки уведомлений, с Ахайкутистатом проводятся обучающие семинары для респондентов. Ближайший вебинар состоится у нас 8 февраля по порядку заполнения формы «Один предприниматель». И участие абсолютно бесплатное, принимайте активное участие. Так, еще у нас вопрос, слушаем, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. — Человеку 54 года. Она хочет заниматься, например, самозанятую студию. Говорят, 4% оплачивает министерство. И что-то здесь насчет оплаты что-то говорят. Но она налог не платит, отчет не делает, потому что она сама как бы самозанятую студию. — Хорошо. Поняли вопрос, да? — Вопрос. — Ну, видимо, больше как-то это... Я понял, что не зарегистрировано, что ли, как? — Да, получается, по самозанятому у нас уже, получается, был вопрос, да? В данном случае вопрос, видимо, про выплаты, статистики, да, как бы неведение статистики. — Ну, это как-то не по нашей теме немножечко, да? Но, тем не менее, конечно, такой тоже вопрос. А вот есть ли ответственность за непредоставление данных малым бизнесом, средним бизнесом? — Участие в сплошном наблюдении является обязательным. Уклонение от ответов или непредоставление данных, получается, влечет за собой административное, да, получается, правонарушение. Согласно пункту 1 ст. 13.19 Код. РФ об административных правонарушениях на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей и на юридических лиц от 20 до 70 тысяч рублей. — Хорошо. А можно ли вот подойти в ваше задание, да, например, тоже предприниматель может такой вопрос тоже задать? Вообще, где вы находитесь? Ваш сайт, наверное. Ну и телефон горячей линии у вас должен работать. — Да, конечно. Мы находимся по адресу Аженикидзе, 27. Это здание возле МФЦ. Наш официальный сайт — это сахагкс.ру. Также у нас есть номер, да, по данному обследованию. Можете звонить, спрашивать любые консультационные вопросы по номеру 40 44 10. — Еще раз повторите, пожалуйста. — 40 44 10. — Так. Ну еще такой вопрос, скажем, я тоже задам за предпринимателей, скажем, да, ВИП все-таки. Если, ну, индивидуальный предприниматель только-только вот регистрируется вот в эти дни, да, буквально, вот что дальше, как быть? Вдруг он зарегистрируется уже после сплошного наблюдения, его окончания. — Получается, данный реестр, он был зафиксирован на 31 декабря 2020 года. — Ну что ж, спасибо, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы сейчас уходим на небольшую рекламную паузу и вновь вернемся в нашу студию. Оставайтесь с нами. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это «Якутск. Сегодня». Как я уже говорил выше, в заключительном блоке нашей программы «Рынок труда города Якутска». Какова ситуация и что предлагает служба занятости? Ну, об этом подробно в нашей программе руководитель управления занятости населения городских округов города Якутск и Жатай Мария Трофимовна Слепцова. Здравствуйте, Мария Трофимовна. — Здравствуйте. — Ну что ж, уважаемые слушатели и телезрители, у вас тоже есть возможность сегодня задать свои интересующие вопросы. Вот гостью нашей сегодняшней телерадиопередачи Марии Трофимовне телефоны, ну, еще раз напомню, 32 0066 и 32 1166. Итак, первый вопрос, Мария Трофимовна. Вот как повлияла пандемия, конечно, на рынок труда? Она многие сферы инородного хозяйства задела, ну, в том числе, наверное, и рынок труда, конечно, прежде всего. — Да. Здесь надо отметить, что значительно выросла численность безработных граждан, да. Значит, вот если у нас в марте месяце, значит, в конце состояло на учете 1590 человек, да, то 19 человек, то, значит, здесь надо сказать, что с апреля месяца, значит, начался, значит, вот вообще такой, значит, ну, люди то ли, значит, увольнялись, то закрывались у индивидуальных предпринимателей. И самое большое число, значит, вот безработных у нас было зафиксировано в конце октября месяца прошлого года и составило 12 924 безработных гражданина. И к концу, значит, вот года немножко, значит, постепенно пошел спад, и к концу года, значит, вот отметилось у нас зафиксировано 11 743 безработных гражданина. На первое, вот февраля, значит, вот сегодня, на сегодня состоит на учете 11 751 безработных гражданин, да, это в городе Якутске 11 499 и в Жатая 252. То есть, значит, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, это увеличилось в 9,4 раза. И уровень, вот если безработица посмотреть, в городе Якутске, то это 7,2 процента. В прошлом году, значит, вот в таком же периоде у нас было 0,7, это в городе Якутске, да, и в Жатая, значит, вот в прошлом году 0,8 было, а сейчас, значит, вот у нас получается 7,7 процента. Ага, ну все-таки пандемия повлияла, как говорится, да? Да, повлияла, да. А вот наблюдается ли рост вакансий тогда? Вот с началом года, если вот посмотреть, да, то наблюдается немножко рост вакансий. У нас, значит, вот на сегодня 3032 свободных рабочих мест, то по сравнению с началом года на 471 вакансию увеличилось. И коэффициент напряженности на сегодня составляет 4,1. И будем надеяться, что когда, значит, вот на рынок труда, когда предприятия, организации будут выходить постепенно из удаленной работы, да, будут открываться, и у нас вакансии прибавятся. Так, у нас телефонный звонок, Мария Трофимовна. Ага. Так, алло, слушаем, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я насчет индивидуальной предпринимательности. Можно взять работника, самозанятого, и ему нужно оплатить пенсионы или нет? Это все, значит, вот согласно трудовому законодательству, да, то есть, значит, вот имеет право, конечно, индивидуальный предприниматель, организация, могут они обратиться, значит, вот к нам и дать вакансии. И тогда, сиюминутно, значит, мы начинаем работать, подобрать для данного работодателя из числа и состоящих на учете, даже, значит, информировать в средствах массовой информации, в социальных сетях, да, о том, что есть такая вакансия, чтобы, значит, вот данному индивидуальному предпринимателю и организации были подобраны сотрудники. Уважаемые телезрители и радиослушатели, у нас сегодня в студии руководитель управления занятости населения городских округов, город Якутский, Жатай, вот Мария Трофимовна Слевцова. Наши телефоны 32 00 66 32 11 66. Ситуация на рынке труда, поэтому, ну, безработной категории населения, думаю, есть сегодня возможность прямая, прямо сейчас задать вопрос вот Марии Трофимовне. Итак, вот такой вопрос, а вот, ну, в городских округах вы уже сказали, как повлияло, да, вот пандемия и все-таки и рост вакансий. И вот в этом году, кстати говоря, в связи с поручением президента страны, да, поставлена основная цель на рынке труда до конца вот этого 2021 года восстановить занятость до пандемических показателей, да. То есть вот перед службой занятости поставлена довольно такая вот актуальная задача, это снижение безработных граждан. Вот для реализации вот этого данного поручения, вот какие планы перед собой поставили вот на этот год? Ну, сначала давайте послушаем вопрос нашего телезрителя и радиослушателя. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как можно найти работу неработающему пенсионеру 62 года и можно ли? Да, значит, вот неработающими пенсионерами, если на сегодня вы ищете работу, да, у нас есть портал «Работа в России», где размещены все вакансии. То есть вот сейчас пока, значит, вот мы работаем в дистанционном режиме, да, поэтому, значит, в офис «Моя работа» мы не принимаем, поэтому вы самостоятельно пока можете посмотреть вот через портал «Работа в России». Там все вакансии центра занятости, в том числе работодатели, которые подали сами самостоятельно, тоже есть. Вы выбираете республики Саха и выбираете также, значит, вот где вы проживаете и можете сразу же и город Якутск тоже, значит, выбрать профессию, значит, вот напечатать, да, и тогда выйдут все вакансии, которые для вас будут интересовать. Хорошо. Так, еще один у нас вопрос. Алло. 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 Да, да, да. Алло, безработицу хочу спросить, почему это не прибавляется совсем? А, по пособию? А, по пособию. Ага. Здесь размер пособия по безработице устанавливается ежегодно. Вот, постановлением правительства Российской Федерации, да, и, значит, вот в этом году у нас также размеры остались по-прежнему, как в прошлом году. Это минимальный размер полторы тысячи плюс районный коэффициент, и получилось, значит, у нас в городе Якутске 2100. А максимальный размер, это получается у нас, значит, 12 130 рублей плюс районный коэффициент в городе Якутске 40 процентов, да, и получается у нас 16 982 рубля. Но здесь, однако, значит, вот тем гражданам, которые получают пособия в максимальном размере, вот в течение шести месяцев, да, первые три месяца они будут получать 75 процентов, значит, это 12 130 рублей плюс районный коэффициент, это 16 982 рубля. И, значит, последующие три месяца они будут получать не выше 7 тысяч. Хорошо. Так, у нас телефонный звонок, да? Так, слушаем, алло, говорите. Алло. А, ну, видимо, не дождался нас радиослушатель или зритель, думаю, еще позвонит. Значит, скажите, вот вопрос по поручению главы государства нашего, да, чтобы уже к концу этого года как-то восстановить показатели. Да, в первую очередь, значит, здесь надо сказать, что в этом году мы постепенно будем перепрофилироваться в кадровые агентства. Здесь, значит, надо сказать, что это помочь соискателям, да, построить свой, вот, допустим, оптимальную программу, значит, вот оптимальную карьеру соискателя, а работодателям подобрать как раз вот штаты работников, сотрудников, да? Далее, значит, вот мы должны также, вот, начали опрашивать, значит, наших состоящих на учете безработных граждан, вообще с какой целью они встали на учет и состоят на сегодня на учете. Это в поиске работы, либо содействие самозанятости, либо для направления, значит, вот на профессиональное обучение, да, либо на получение пособий по безработице. И вот с учетом каждого ответа, каждого пожелания, мы должны построить индивидуальную программу, да, для каждого. И, конечно, содействовать вот государственной услуге, чтобы они получили ту, которую они выбрали. Хорошо. Вот у нас два телефона на прямой линии, да. Вот первый вопрос, давайте выслушайте, пожалуйста, будьте. Алло, слушаем, говорите. Да, я хотела бы спросить, а пенсионеры могут встать на учет по безработице и получать пособие? Потому что я недавно, а, это первый вопрос, а второй, я недавно уже в сентябре уволилась. И вот, и какое вот будет пособие, вот, хотела узнать. Так, ага, и второй вопрос, Мария Тарфимовна. Алло, говорите, пожалуйста. Ага. Да, так, говорите. Слушай, а, здравствуйте. 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 Я бы хотела спросить насчет того, что вот пенсионерам, вот, давали шанс учиться через центр занятости, да? А пенсионерам такая возможность есть или нет? Да. Так, давайте я отвечу, значит, на первый вопрос, да, значит, пенсионеры, которые, значит, вот, получают, значит, вот, пенсию по старости, либо досрочно, они не могут быть безработными и получать пособие по безработице. Это согласно закону о занятости. Далее, значит, вот, по второму вопросу. Там, значит, вот, пенсионеры, они на сегодня имеют право, значит, вот, пойти на профессиональное обучение. Как раз, значит, это по национальному проекту «Демография 50+, мы можем направить их на профессиональное обучение». Хорошо. Уважаемые телезрители и радиослушатели, вот, мы сегодня говорим о ситуации на рынке труда города Якутска. Наши телефоны 32 00 66, 32 11 66. Поэтому, если какие-то вопросы у вас будут, то, пожалуйста, звоните вот по этим номерам, какие-то мнения, предложения мы тоже ваши очень выслушаем внимательно. Поэтому, вот, сейчас мы уйдем скоро на небольшую рекламную паузу, а потом мы вновь вернемся в нашу студию и продолжим беседу. Напомню, тема «Рынок труда. Ситуация в городе Якутска». И у нас сегодня в студии руководитель управления занятости населения городских округов города Якутска, Жатай, Мария Трофимовна Слепцова. Я продолжу, да? Да, пожалуйста, буквально у нас около минуты. Да, максимально, конечно, мы будем трудоустраивать граждан, которые, значит, у нас состоят на учете. Это через такие проекты, как местные кадры в промышленности, это все знают, да? Да. Также молодежь, значит, вот через старт к успеху. И вот освобожденных и осужденных, значит, мы будем через труд путь к новой жизни. И через мероприятия активной политики занятости. Это как общественные временные работы, содействие самозанятости, направление на профессиональное обучение, да? И проведением вот ярмарок вакансий. И все эти мероприятия будут, они, вот, информироваться, значит, в средствах массовой информации. И через наш инстаграм мояработа.якты.ру Ну что ж, уважаемые зрители и радиослушатели, уходим на рекламную паузу. И вновь вернемся в нашу студию. Продолжим передачу. Итак, продолжаем нашу телерадиопередачу Якутск сегодня. Напомню, у нас в студии руководитель управления занятости населения городских округов город Якутский Жатай Мария Трофимовна Сливцова, уважаемые телезрители и радиослушатели. Поэтому вопросы, пожалуйста, задавайте, готовьте их. Телефон, еще раз напомню, 32-00-66 и 32-11-66. Ну что ж, Мария Трофимовна, такой вопрос. Как обратиться, конечно, в орган службы занятости? Вот напомните нашим телезрителям и радиослушателям еще раз. Сейчас мы, так как работаем в дистанционном режиме, мы через портал «Работа в России» и через государственную услугу в электронном виде заявление получаем. То есть имеет право каждый гражданин подать свое электронное заявление. При этом он должен выбрать центр занятости, полностью написать в резюме и в своем заявлении все сведения согласно трудовой книжке и документам образования и квалификации. Это обязательный документ? Это обязательный документ. Хорошо. Вот у нас уже телефоны поступают на прямой эфир, Мария Трофимовна. Давайте послушаем телезрители радиослушатели. Алло. Алло. У меня вопрос Марии Трофимовне. Пожалуйста. Вот вам женщина позвонила с севера и спросила, насчет почему не прибавляют пособия. А вы ей отвечаете не почему, не по существу, отвечаете, что 7 тысяч будет, ну, есть такое положение. По существу почему не отвечать? Потом спросила пенсионерка, еще другой вопрос, что ее уволили в сентябре. Почему она может ли получать пособие по безработице? Хорошо. Мы поняли вас. Все прокомментирует Мария Трофимовна. Давайте второй вопрос послушаем. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, да. Вопрос можно? Да, конечно. Ага, вот вы так хорошо говорите, да, объясняете, но вот пенсионерам возрастной сенсии есть или нет? Или любой возрастной пенсионер может там переобучиться или как? Перековалифицироваться? Ага, еще раз тогда, значит, вот я скажу, да. Да, еще раз, пожалуйста, разъясните. Согласно закону о занятости населения безработными с назначением выплаты пособия, к сожалению, пенсионеры не могут быть. То есть мы не можем признавать их безработными и выплатить пособие по безработице. Но они могут встать на учет как ищущие работу, при этом, значит, вот на сегодня, так как это дистанционная работа, поэтому, я сказала, значит, вот самостоятельно также могут посмотреть через портал работы в России все вакансии, да, и те, которые желают пройти на профессиональное обучение, мы направляем их вот как раз в рамках программы демографии национального проекта, да, и может, пенсионер также может быть направлен на профессиональное обучение. По направлению службы занятости. Хорошо. Это независимо, значит, от возраста. Те люди, которые получают пенсию на сегодня по старости или, значит, вот те, которые получают также досрочную пенсию, да, значит, вот выплаты, то они тоже не могут быть признаны безработными с назначением выплаты пособия. Об этом я говорила. Ну, я думаю, что Мария Тарфимовна очень подробно разъяснила вот на этот вопрос, прокомментировала, поэтому, думаю, что понятно уже, наверное, нашим телезрителям и радиослушкам о ситуации. Так, еще у нас телефонный звонок, давайте послушаем те. Алло. Да, да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня вопрос такой. Вот, допустим, вы сейчас сказали, вот, пенсионеров, там, переподготовка, все прочее. Я уже шесть лет стоял у вас. А сказали, что да, 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 и каждый год все, ничего нет. Вот поэтому этот вопрос, мне кажется, уже не актуален. Но пенсионеров туда не берут, потому что молодым надо все приучиться, у них денег не хватает всегда, вот, занятости. Лучше, наверное, этот вопрос не поднимать. У него такое предложение. Ага. Ну-ка, Мария Тарфимовна. Ну, конечно, значит, я немножко, значит, согласен с этим гражданином, да, потому что, значит, вот в прошлом году нам по контрольным показателям дали только семерых обучить. Ну, естественно, желающих очень много бывает, да. Да, конечно. И поэтому охватить, значит, вот полностью всех желающих у нас, к сожалению, нет возможности. В этом году у нас контрольные показатели пока не установили. В марте месяце, значит, вот мы будем полностью информировать, да, какие курсы будут для пенсионеров, как это можно записаться. Об этом, значит, во всех средствах массовой информации, значит, и также вот наш Инстаграм, как я говорила, моя работа ЕКТ, мы будем информировать. Поэтому подпишитесь. Хорошо. Вот еще два телефона у нас на прямой связи. Алло, вопросы? Говорите, пожалуйста, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Так, пожалуйста, вам вопрос, мы ждем. Я хотел бы узнать, где можно пройти перекавлификацию. Так, это первый. Так, второй вопрос. Алло. Все, второй вопрос у нас оторвался. Так, ну, значит, вот опять-таки я скажу, да, значит, вот это мы направляем Центр занятости населения города ЕКТ. Сейчас мы называем это Офис Моя Работа. Мы можем, значит, вот тем людям, которые к нам записались пройти профессиональное обучение, их записываем. И когда, значит, вот курсы начинаются, подбор и так далее, набор, да, и тогда, значит, вот уже индивидуально с каждым работаем. Поэтому, значит, заранее, когда, значит, выйдут эти информационные Е-объявления, то они будут записываться на курсы. Хорошо. Еще раз напомню, у нас сегодня в студии руководители управления занятости населения городских округов город Якутский Жатай Мария Трофимовна Слепцова. Так, вопрос следующий. Слушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Так, это звоню из города Якутска. Слушаем вас. Хотела бы узнать, я безработная, сижу как бы по уходу, но ребенку уже три года. Я обращалась через госуслуги, отправляла онлайн. Заявление. Заявление, и ответили то, что, ну, хотела пособие для начала, да, оформить, и меня отказали из-за того, что вам отправили две работы, которые я вообще не получала по электронке. Ага, так. И вот отказали, и вот для предпенсионников какие программы есть. Хорошо. Так, второй вопрос, Мария Трофимовна. Ага. А, Мария Трофимовна, второй вопрос. Алло. Да, да, да. А, еще есть вопрос. Ну, пожалуйста, извините, Маш, перебили. Еще один, да, еще один вопрос. Вот предпенсионникам в Каптехте, кооперативный, ой, кооперативный колледж называется же. Да, да, да. Ну, я сама вот туда обращалась, взяла через пенсионную справку, то, что я предпенсионница, да, и пошла вот на курсы. Хорошо. И тоже как-то мне отказали. Все понятно, ситуация с вами. Так, второй вопрос. Примимте, алло. Положили уже. А, положили. Здесь надо сказать, значит, вот, согласно закону о занятости, да, и вот постановление правительства 460, да, значит, мы обязаны, если гражданин к нам обратился в течение 10 дней, ему выдать два направления. Если по данным направлениям гражданин отказался и не пошел, значит, вот на собеседование к работодателю, то, к сожалению, принимается решение об отказе в признании безработным и назначении выплаты пособия. Далее, значит, вот по предпенсионному возрасту, да, для предпенсионеров, те, которые, значит, вот в течение 12 месяцев до начала предшествующей безработицы, то есть назначение выплаты пособия, да, то мы смотрим, у него было ли 26 недель трудовой деятельности. Он состоял в трудовых отношениях, да, если есть более 26 недель, то у него будет выплата пособия по безработице в течение года. Первые три месяца это 75%, далее, значит, 60%, и последующие пять месяцев это 45%, если в случае его нетрудоустройства. Также, как и говорила, значит, вот через программу национальный, вот национальный проект демографии, также мы можем 50+, направить на курсы, да, и здесь надо сказать, что курсами также через WorldSkills могут все, также и в том числе пенсионеры, пройти на профессиональное обучение и, значит, вот получить профессию какую-то, которую они желают. Вот это вот по всей, значит, вот России, эта программа, она доступна через интернет. Так, у нас один телефон еще есть на проводе, алло, вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот вопрос, когда центр занятости начнет принимать граждан? Ага, очно получается, да? Очень хороший. Да, хороший вопрос, мне кажется. Очень хороший вопрос. Здесь надо сказать, значит, вот у нас, к сожалению, значит, вот в условиях пандемии коронавируса практически, значит, вот у нас те социальные услуги, которые оказывающие организации, да, они закрыты и работают в дистанционном режиме. И согласно постановлению правительства 460-го, у нас по 31 марта мы работаем в дистанционном режиме. В случае, допустим, у нас, если откроется и вот режим, значит, вот самоизоляции закроется, да, на сегодня у нас до 15 февраля вот в нашей республике, тогда мы будем открываться и будем работать уже в офлайн-режиме. Ага, ну хорошо. Думаю, что это время наступит, да, и граждане могут обратиться уже напрямую прямо, приходя в ваше здание, да? Вот такой вопрос. А в каких случаях, вот, Мария Трофимовна, снимаете с учета граждан обманным путем? Есть такие ситуации? Да, здесь надо сказать, что большинство получающих пособие там заработиться, они добросовестно относятся к своим правам и, значит, выполняют свои обязанности. Но, однако, значит, вот в прошлом году у нас наблюдалось, значит, более 300 человек получили пособие обманным путем, да, и здесь у нас, вот когда обманным путем, значит, вот сразу мы уведомляем человека, снимаем с учета с прекращением выплаты пособия, и эту выплату пособия, да, то есть пособия полностью этот гражданин должен нам вернуть. Значит, в добровольном порядке, если отказывается, то в судебном порядке. И мы передаем эти все данные правоохранительные органы. Хорошо. Ну что ж, ну, буквально, уважаемые телезрители и радиослушатели, время наше подошло к концу. Напомню, у нас сегодня в студии была руководитель управления занятости населения городских округов Жатай и Якутск Мария Трофимовна Слепцова. Спасибо вам за участие в нашей передаче. На этом программа Якутск сегодня подошла к концу. До свидания. Всего доброго. Сюда.